Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. В этом уроке покажу Вам, как связать красивую горловину для свитера. Такая горловина очень красиво выглядит в изделии, она хорошо прилегает к шее и не топорщится, но при этом отлично тянется, что позволяет легко надевать свитер через голову. Итак, давайте начнем. Кроме основной пряжи нам понадобится дополнительная бросовая нить, при помощи которой мы будем делать набор петель. Нить желательно выбирать контрастного цвета и без ворсов. Для вязания всего изделия Вам нужны будут спицы трех размеров. Если Вы решили вязать свитер на спицах пятого размера, то для горловины приготовьте спицы 3,4 мм. Я беру спицы 3,5 и 4 мм, так как самые маленькие спицы у меня в наборе это 3,5, но лучше, если номера будут отличаться на единичку. Например, выбрали для основного полотна спицы 6 мм, для горловины берите номер 5 и номер 4. Надеюсь, что здесь Вам все понятно. Еще для набора понадобится крючок. Выбирайте размер побольше, я беру 5 мм. Провязываем первую петлю и вяжем свободно цепочку из воздушных петель. Количество воздушных петель должно быть немного больше, чем то количество, которое Вы высчитали по расчетам для своей горловины. Связали необходимое количество петель, обрезаем нить и затягиваем усилок. Все, цепочка для открытого набора готова. Дальше нам нужно из этой цепочки поднять петли на спицу. Если посмотреть на цепочку, то мы видим, что с лицевой стороны петли расположились в виде косички, а с обратной стороны можно увидеть вот такие бугорки. Вот за эти бугорки нам надо поднять на спицу столько петель, сколько необходимо по расчетам. И начинаем мы работу спицами номер 4. Набрали все петли, пересчитали, берем основную нить и начинаем вязать первый ряд. Длинный хвостик оставлять здесь не нужно, достаточно будет сантиметров 5-10. И вот так провязываем лицевыми петлями все петли цепочки, которые мы подняли на спицу. Петли я провязываю за заднюю стенку петли, так как они развернулись правой стеночкой назад. И именно так провязывать их удобнее. Если у Вас они повернулись с другой стороной, вяжите за переднюю стенку, вот таким образом нам надо провязать все петли набора. Когда петли первого ряда будут провязаны, проверяем, чтобы они смотрели в одну сторону и продолжаем вязать второй ряд. Никаких лишних петель для соединения в круг здесь не нужно, мы просто продолжаем вязать второй ряд по кругу. Придерживаем хвостик нити, чтобы первая петля не вытягивалась и с этого ряда начинаем вязать резинку. У меня резинка будет 2х2, Вы можете выбрать другую резинку, которая хорошо подойдет для Вашего изделия. Напоминаю, что вяжем мы сейчас спицами 4 мм. Не забудьте также учесть, что для резинки 2х2 необходимо изначально набрать количество петель, кратное 4м. И далее нам надо провязать 8 рядов. Вяжем мы их по кругу, начало ряда нам здесь хорошо будет видно по хвостикам, по желанию можете установить маркер начала ряда. Вяжем дальше и считаем ряды. Итак, провязано 8 рядов резинки спицами 4 мм. Теперь нам нужно заменить спицы на самый маленький размер. Я меняю на 3,5, можно взять спицы 3 мм. После смены спиц нам нужно провязать еще 8 рядов. В рисунке ничего не меняется, продолжаем вязать резинку. Просто теперь петли будут чуть меньше и за счет этого резинка будет хорошо держать свою форму. И вот провязано еще 8 рядов более тонкими спицами. И эти изменения визуально почти не видны. Теперь мы снова меняем спицы. Я скручиваю тонкие спицы и переставляю на леску четвертый размер. Дальше будем вязать ими. Спицы переставлены, продолжаем вязать еще 8 рядов резинки. Итак, горловина почти готова. Мы провязали с Вами 24 ряда резинки и теперь нам нужно распустить цепочку бросовой нити и поднять петли на вторые спицы с леской. Находим тот край цепочки, который хорошо распускается и теперь по одной петле будем распускать бросовую нить и поднимать освободившиеся петли на спицы. Вот так, не торопясь, аккуратно тянем за нить и подхватываем петельку. Можно сначала спицу завести в петлю и потом потянуть бросовую нить, тогда петля останется на спице и точно не распустится. Все петли на спице у Вас должно получиться вот так. Это тот край, который мы закончили вязать, а это тот край, который мы сейчас подняли. И теперь нам нужно сложить вязание пополам так, чтобы спицы оказались рядом друг с другом. Мы будем снимать петли по очереди, сначала с одной спицы, потом с другой. Когда будете снимать петли, обращайте внимание на то, чтобы все петли разворачивались в одну сторону. И чтобы удобнее их было провязывать потом по две вместе, снимайте так, чтобы задняя стенка была правее, а передняя левее. Вот таким образом переснимаем все петли. И посмотрите, какая прелесть у нас получается. Ровная и красивая горловина, с двух сторон абсолютно одинаковая, такая пышная и теплая. И несмотря на свои маленькие на первый взгляд формы, она очень хорошо тянется. Теперь берем спицы, которыми мы будем продолжать вязать свитер. И этот ряд нам нужно все петли провязать по две вместе. И я Вам специально показала, как должны быть повернуты петли на спицы. Теперь они все смотрят в одну сторону и нам легко будет их подхватывать на спицу. Все петли вяжем лицевыми за заднюю или вернее правую стенку петли. Независимо, какие петли были в резинке, все провязываем лицевыми. И посмотрите, как удобно стоят петельки. Они прижались друг к дружке и ждут, когда мы их провяжем. Продолжайте вязать так до конца ряда. И вот горловина будущего свитера готова. Она выглядит очень теплой и уютной. В последнем ряду у нас снова на спице осталось столько петель, сколько должно быть по расчетам. И несмотря на то, что горловина выглядит очень маленькой и аккуратной, она очень хорошо растягивается. Посмотрите, потом обратно принимает свою форму. На этом урок по вязанию горловины окончен, можно дальше продолжать вязать свитер. Надеюсь, что Вам было все понятно и Вы примените свои знания в своих будущих изделиях. А у меня на этом все. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok